В эфире «Импульс Севера» и Юлия Шаркова. Здравствуйте! Мы продолжаем обзор событий этого дня. Начну выпуск с трагической новости. Женщина, упавшая накануне с седьмого этажа, скончалась. Само происшествие произошло около пяти часов вечера 21 августа. Пострадавшая выпала из окна дома номер 4 в микрорайоне энтузиастов. Она упала на козырек подъезда. С места происшествия ее забрали врачи скорой помощи. По предварительным данным, ей было около 45 лет. Скорая помощь отвезла в местную больницу. Что предшествовало трагедии? И было это преступление или самоубийство? Предстоит выяснить силовикам. Ведется проверка. СИГНАЛИЗАЦИИ Танцы и увлекательный интерактив. Ну что я все рассказываю. Смотрите сами. На месте работает Мария Боху. Она корреспондент. Привет, коллега. Ждем от тебя подробностей. Коллеги и зрители, здравствуйте. На городской площади сегодня очень громко и весело. Здесь проходит музыкальный концерт, приуроченный ко дню государственного флага Российской Федерации. Подготовлена большая развлекательная программа. Все желающие могут послушать любимые песни в живом исполнении артистов города. Самые смелые могут проверить свои силы в тематическом квесте, мастер-классах и нанести, например, аквагрим на лицо. Почему бы и нет. Но сегодняшний день действительно особенный еще для некоторых новорингойцев, 14-летних. Им сегодня вручили первые в их жизни паспорта. И вот рядом со мной... Полина, расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Что ты сейчас чувствуешь, волнуешься? Было ли страшно тебе? Или, может быть, наоборот, ждала этого дня, вот когда ты получишь, возьмешь в руки свой первый паспорт? Было очень страшно. Вот. Но я очень ждала этот день. А придумала уже себе подпись? Да. А какая она будет? Там получается П и эти... Закогульки. А долго подбирала? Очень долго. Месяц. Кроме паспорта, тебе еще вручили Конституцию Российской Федерации и пакет. Что в нем? В пакете лежит фотоальбом. Я предлагаю показать нам. Сможешь достать? Очень интересная книга, я ее видела. Вот давай вот так вот покажем. Вот такой вот памятный альбом, памятная книга будет теперь у Полины вместе с паспортом. И Конституция Российской Федерации. Мы тебя поздравляем. Мы вас поздравляем, наши дорогие зрители. С днем государственного блага. Мария, спасибо за подробности. Напоминаю, что на месте, на городской площади работает наш корреспондент Мария Бохова. Мало парковок, нет детской площадки. Обо всех чаяниях новуренгойцы рассказали главе города. Жители домов 17 и 17А на Сибирской к встрече с Андреем Вороновым подготовились. Заранее собрали список вопросов и предложений. Какой ответ они получили, расскажет Алена Ядни. Все дворы имеют два выезда. А здесь почему перекрытые? Вот же будет выезд. Ну, ни с этого двора не может быть. Жильцов домов 17, 17А и 21 на Сибирской волнует масса проблем. Им, например, нужен выезд с парковки на проезжую часть. И он есть. Только вот автостоянка тут гораздо выше дороги. Водители говорят, на единственном пути к ней постоянно заторы. Выезд общий на всех. К решению своих проблем новуренгойцы подключили к главу города, пригласив его на встречу. Кстати, сделали это в социальных сетях. Мы оставляли свои вопросы в телеграм-канале, непосредственно в его телеграм-канале, а также задавали в других чатах свои вопросы. Очень быстро, оперативно на всё получили, грубо говоря, ответ. Давайте, если вы не против, только вас здесь мало, соберите подписи, мы вам сделаем здесь уплоть. Готовились ко встрече с Андреем Вороновым. Тут основательно. Жильцы разработали собственный проект по благоустройству дворовой территории. Как говорят активисты, им нужны детская площадка и дополнительная парковка. Здесь что я вижу в этом проекте? Здесь вам явно не хватает парковочных мест. Напрашивайте, понятно, что это территория. В чём своевременная встреча? В том, чтобы нам все вместе за зиму сделать хороший проект, который коснётся не только территории благоустройства, сделать хорошую зону, где будут стоянки, достаточные по мощности для вашего дома, для соседей. И, безусловно, места отдыха. Молодёжи, детей разных возрастов. Благоустройство двора, уточняет глава, начнётся, когда расселят и снесут аварийные деревяшки. Ждать недолго. Городская программа переселения из такого же фонда завершится в 2023 году. Допустим, когда дом расселили до последнего, тот же Виктор Николаевич приезжает на бульдозер и начинает его валить. И так пошли они по всей очереди. Порядок может быть другой, потому что есть моменты судебные. Кто-то недоволен квартирой, кто-то недоволен выкупной стоимостью. Людмила Ситникова с дочерью и внуками купила квартиру в деревянном доме в ипотеку. И всё ещё платит банку. Обсуждая ситуацию с Андреем Вороновым, женщина говорит, тех денег, которые семья должна получить при выселении, не хватит на покупку квартир в капиталке. Нам приходили, но нам очень мало оценили. 6 миллионов в пушку. Вы сейчас спокойненько-быстренько в суд идёте, подаёте в суд. Спокойненько-то ждём. Суды не ждёте, в суд идёте, оценку оспариваете. И суд всегда обычно, тем более это место очень такое, центр города. И по земле здесь можно поскорить. Цена может увеличиться. А это единственное ваше жилье? Единственное. И не моё, это улучшить. Ещё один вопрос, в котором жильцы привлекли главу города в качестве эксперта. Проблемы с коммунальщиками и с обслуживанием территории. В прошлом сезоне здесь были сложности с запуском отопления. Есть и другие жалобы. А кроме того, во дворе несколько месяцев не делается ремонт после аварии. Порыв нашли, вскрыли асфальт, то есть порушили. Но по сей день, вот ныне там. Это вот уже у нас. Вот пока сейчас вот эта вся история с ремонтом. Нельзя ли как-то сюда к нам заехать и нам отремонтировать вот этот пятачок? Здесь вода скапливается. Смотрите, вам, ну, на самом деле, тем домам, вдоль которых сейчас идёт реконструкция, всем на самом деле повезло. Мы не всегда идём чётко в рамках проекта, а всегда постараемся заплатить побольше. Будь это въезда побольше, если они там в плохом состоянии, продлить их сюда, в свежем асфальте. В этом случае вообще не проблема. У нас же пойдёт там тротуар ещё с вами широкий, который будет укладывать. Вот они тротуар начнут делать, обязательно этот пятачок закатают. Закатают, да. Совет тут простой. Если не нравится обслуживающая организация, её легко поменять. В Новом Уренгое 36 управляющих компаний ТСЖ. Так что инициативные горожане из этого двора на Сибирской могут выбрать любую. Но для этого нужно принять решение большинством голосов собственников. После встречи с активистами на Сибирской Андрей Воронов отправился с инспекцией на один из дорожных участков. Это отрезок от улицы Новая до Юбилейной, длиной почти в 2 километра. После его завершения подрядчик начнёт реконструкцию следующего отрезка. Есть в плане реконструкции и Сибирская. Здесь проектом предусмотрено обновление парковки. Как раз во дворе рядом с домами 17 и 17А. Темпы у нас хорошие. Контракт был заключен пару месяцев назад. В этом году планируем 70-80% дорожного полотна, плюс гранита, плюс тротуаров сделать. Контракт до следующего года. Главная задача здесь была не просто расширение улицы и создание удобных тротуаров. На этом месте, где мы стоим, здесь котлован. Дорожники рыли до 6 метров глубиной. Специальные посылающие слои были уложены. Поэтому очень надеюсь, что те проектные решения новые, которые были заложены в проект реконструкции улицы Сибирской, дадут как раз положительный результат. И дорога будет всегда прямой, всегда удобной и безопасной. Честный маршрут продолжается. Дмитрий Артюхов мчит по дорогам Ямала дальше, заезжая в населенные пункты и инспектируя строящиеся объекты. В Новом Уренгое, как в самом крупном городе Ямала, программа губернатора была наиболее насыщенной. За второй день работы в газовой столице глава региона посетил с десяток объектов. Что увидел, с кем пообщался, расскажу в следующем репортаже. Дороги, встречи, осмотры, общение с жителями. Потом снова дороги, встречи, объезды, осмотры, общение с жителями. Так, честный маршрут губернатора увидит камеры квадрокоптера, которые проследуют за ним от Салихарда до Ноябрьска. Но мы сегодня здесь, крепко стоим ногами на земле, не витаем в облаках, поэтому наша камера каждую из локаций увидит чуть более детально. Итак, честный маршрут, Новый Уренгое, день второй. Губернатор с командой и в компании главы города запланировали посещение асфальтного завода. Конечно, не просто так, ведь условия для быстрого и качественного ремонта дорог создаются именно здесь. А как неоднократно заявляли городские власти, за этот сезон в Новом Уренгое будет отремонтировано 47 километров автотрасс. Идем на рекорд, новые объекты в этом помогают. 50-60 тысяч тонн, а в квадратуре, соответственно, мы в этом году уже выложили 75, именно в квадратуре. А именно в тонаже 150 тысяч тонн, это по всем объектам, которые и УТС укладывают, и ТНК укладывают. Как бы работаем-то мы с ними в общей команде. На предприятии могут производить покрытие разного класса, которое устойчиво к северному климату. При этом его мощности на 50% больше, чем у старого. Сооружение на 20% состоит из комплектующих отечественного производства. Оно позволит дорожникам еще быстрее и качественнее ремонтировать улицы города. Завод может производить 120 тонн смеси в час. Это не предел его. То есть мы уже разгоняли его до 120 тонн в час, но можно будет побольше разогнать. Завод проходит по всем евростандартам. Он шестифракционный. То есть он может делать 6, 10, 15, 20 сортов асфальтов. Не только производственные объекты, но и социальные в плане у главы региона. Посмотреть на жизнь хвостатых своими глазами важно. Условия содержания кошек и собак должны быть соответствующими стандартам, а отношения – гуманным. Следующая точка – новый центр патологии речи. Это второе отделение в округе для детей с ментальными нарушениями. Аналогичный центр успешно работает в Ноябрьске на протяжении уже двух лет. Отделение организовано на базе новоуренгойского ПНД, а вот расположено в здании новой детской поликлиники. То есть работает несколько специалистов с ребенком. Это психолог, логопед, соответственно, физиотерапевт, массажист. Все это прописывает врач по назначению врача. У нас есть назначение. И, соответственно, в интенсив входит 10 занятий. У каждого специалиста? Да. А потом уже мы смотрим динамику. Учреждение рассчитано на 370 обращений в год. Расположение отделения позволит маленьким пациентам получать весь комплекс нужных медицинских услуг за одно обращение. Глава региона не только осмотрел помещение и побеседовал с врачами, но и оставил памятную запись в книге отзывов и предложений. Также губернатор охотно общался с горожанами, в том числе и с юными. Я с вами хотела... Такая все? Да. Посетил Дмитрий Артюхов издание бассейна «Юность». Несмотря на то, что ремонт затянулся, сейчас оно полностью преобразилось. Появился дополнительный этаж с галереей для болельщиков и тренажерным залом. Обновили систему очистки воды. Установили оборудование для занятий детей с особенностями здоровья. В Новом Уренгое есть запрос на развитие адаптивной физкультуры. Одним из самых важных и трогательных событий поездки стало открытие проезда имени Алексея Боброва. Наш соотечественник, новуренгоец Алексей Бобров в марте этого года погиб в зоне проведения СВО. Посмертно был награжден орденом мужества. Теперь один из городских проездов в северной части носит его имя. Боль утраты близких ничем не утешит. Но человек жив тогда, когда мы жива память о нем. И благодаря тому, что все уренгойцы поддержали, это очень важное, нужное решение. Общица Алексея появляется улица. И теперь он будет навсегда с нами. Уважать и бережно хранить память ямальцев, участвующих в спецоперации, миссия для будущих поколений, уверен глава региона. И новуренгойцы с ней справляются. Не безразличие, чуткость, северная отзывчивость. Все это жители города демонстрировали губернатору, в том числе и на открытой встрече в прошлую пятницу. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Да не нравлюсь я ему вообще. Если бы нравилось, он бы давно мне об этом сказал. Но это же так просто. Привет. Может, куда-нибудь сходим? А он молчит. Зато Полинкины фотки лайкает. Она мне... Она мне, короче... В общем, она мне нравится. И что делать? Молчу, как дурак. Она разворачивается и уходит. Детский телефон доверия. 8 800 2122. Мы помогаем найти нужные слова. В мороз выживает утепленный, а еще вовремя обогретый. Нет, я не сошла с ума, говоря о зиме в августе. В городе уже утепляются. Сейчас по улице Дружба народов, Мира и Ватолина устанавливают три теплые остановки. Еще три уже в нашем распоряжении. Их смонтировали месяц назад на проспекте Ленинградский. До конца года установят еще семь павильонов, в том числе в районе Арктического лицея. Теплые остановки появятся вдоль реконструируемых дорог на Магистральной и Таежной. В планах сделать комфортными в холодное время года все павильоны в городе. Но если до первых морозов еще далеко, то до первого сентября уже близко. Но оно на носу. Импульс Севера особенно ждет этот момент, ведь ряды журналистов пополнятся учениками нового корпоративного медиакласса. На базе школы номер 17. На счету нашего информагентства уже три успешных выпуска. Ученики каждого потока за два года на практике освоили работу в кадре, интервью, написание текстов, прокачали навыки публичных выступлений. Юным корреспондентам довелось пообщаться со звездами журналистики, побывать в профориентационной поездке в Москве. Большинство из ребят продолжили обучение в вузах по таким специальностям, как журналистика, связи с общественностью, реклама. Не буду голословной, к нам в гости заглянула одна из выпускниц этого года и рассказала о своих успехах. Я поступила в Российский государственный гуманитарный университет на факультет международной журналистики. Почему РГГУ? Потому что там крепче теория, лучше практика. Вообще прошла в три московских вуза на бюджет, но для себя выбрала все-таки этот. Вообще история моего поступления довольно смешная. Там не принимается портфолио как отдельный экзамен, но я пришла к декану, показала свою эфирную справку, портфолио. По его лицу было видно, что он впечатлился. Два года в импульс-классе мне все-таки помогли. За это время я уже успела освоить многие дисциплины для себя. У меня уже был приоритет, были определенные желания. И вот, надеюсь, я не прогадала. Ну вот и все. О самых актуальных новостях рассказали. В наш импульс-класс пригласили. В нашем эфире много интересного, так что пропускать не советую. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова